Всем привет! С вами Ольга Чернова. Последняя декада февраля это как раз то время, когда нужно думать не только о томатиках. Я вот сейчас показывала вам всю линейку своих посадок. Томаты, перцы маленькие, большие. Но сейчас уже разговор идет и о цветах, потому что каждая девушка, женщина, бабушка в любом возрасте в своем огороде хочет вырастить какой-нибудь красивый цветочек. И конечно петуния у нас стоит почти во главе угла, на самом главном месте, потому что она самая частая, самая распространенная. Ее любят из-за неприхотливости, из-за разнообразия вот этих окрасок и форм, и всяких там простые махровые, красные, белые, вьющиеся там. Но есть люди, которые не выращивали петунию ни разу. И я хочу сказать, что петуния это особый цветок, и с наскоку, если начать ее, вот прям, ну без всякой информации, не ознакомившись, начать ее выращивать, то может получиться осечка. Вот сегодня пришел комментарий Роза Мимоза, ну так она называется, мне, я когда прочитала, так улыбнулась. Роза Мимоза хочет узнать про петунию. Вот петунию можно ли на подоконнике выращивать, или лучше подсветка? Я ей сказала однозначно, что подсветка, но я сегодня решила снять два видеоролика, специально посвященных теме петунии, потому что сейчас та самая пора, конец февраля, начало марта, когда мы будем сеять петунию. Я, были годы, когда я петунией занималась вплотную, вот очень много. Я и черенковала махровые, я и сеяла простые, размножала, сеяла рано, чтобы выращивала рассаду, чтобы в светущем виде продать все. У меня было, потом я достигла совершенства, теперь я могу сказать, что о петунии знаю все. Я с ней наигралась, теперь выращиваю только для себя несколько кустиков. Но для новичков я хочу сказать, перед тем, как начать выращивать петунию, вы должны узнать некоторые особенности этого растения, чтобы у вас не было разочарования. Первый видеоролик это, как посеять петунию. Потому что многие думают, ну вот куплю и посею, а как посеять? У петунии есть много способов посева. Сейчас расскажу. Есть классический на землю, есть посев на снег, есть посев на пеленку, есть посев замоченными, обработанными семенами. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. Сейчас пройдемся по всем. Классический. Просто берем землю, на увлажненную землю, методом посола, как будто посолить землю, семенами посыпаем. Плюс в том, что очень просто, ничего не нужно заранее, ну как-то никаких заморочек нет. Минус в том, что посевы неравномерные, семена черные, они как пыль мелкие, земля черная, и мы не видим, сколько мы насыпали. И когда петуния всходит, получается оазисы среди пустыни. Тут много кучек усыпнуло, тут мало, и исправить очень сложно, их не видно. Для того, чтобы посевы были равномерные, многие делают посев на снег. Эту же землю прикрываем тонким слоем снега и рассыпаем черные семена петунии. Они очень видны, и тут мы уже можем контролировать равномерность, где видим прогалызина, мало посеяли, мы маленько подсыпали, где большая кучка, ложечкой распределили. Плюс тем, что равномерность, минус тем, что мне вот кажется, как у меня, по крайней мере, получалось всегда, при посеве на снег она всходит позже. Потому что, когда мы сеем на землю, земля тепленькая, снег холодный, пока он, снег растает, земля холодная, пока все это растает, сходит чуть подольше. И еще можно переборщить со слоем снега, и может сделаться сильно вот эта жишка, что нежелательно. Ну, короче, можно сильно переувлажнить почву. Так, потом, посев на пеленку. Вот этот посев подойдет тем, кто не хочет, например, нет земли, не купил, ковырять негде, купить пока что негде, хочет посеять, сроки проходят. Можно намочить туалетную бумагу в несколько слоев, посеять на туалетную бумагу, плюс то, что посевы также видно равномерно на бумаге, плюс то, что чистые посевы, никакой грязи, никакого сора, ничего. Но минус того, что ее нужно пикировать сразу в ранние сроки, иначе она потом сцепится с этой бумагой, и тут свои нюансы. Обо всех этих видах посева у меня есть видео. В описании к этому видео я прошлогоднее и позапрошлогоднее видео выложу ссылки, и вы посмотрите каждый способ. И еще, так как семена, купленные в магазине, бывают часто плохая всхожесть, я беру всегда вот эти вот рассыпные, ну, которые не F1, не в грамулах. И вот среди таких семян иногда посыпешь, лежат-лежат, они не взошли. Именно для этого есть способ с дополнительным замачиванием и со стимуляцией семян петунии. Когда я первый раз осваивала этот метод, мне казалось, ну, как можно замочить семена петунии? Ну, они же вообще пыль невидимые, как их замочишь-то? Оказалось, можно. Кто-то до меня умный придумал, это не мой способ, я тоже когда-то увидела его, услышала. Раствор заливаем в шприц, туда же высыпаем семена, закрываем, минут 10 полежит, и потом взболтав, этот раствор по дорожкам вот так вот распределяем. И получается, семена и замочились, семена и простерили, ну, как обеззаразились. И они всходят очень быстро, после этого они не болеют. Я вот в прошлом году сеяла, так я применяла тот же самый привикур. Всё. Вот смотрите, это очень быстро о способах посева. Для чего я всё это рассказала? А для того, чтобы, если вы первый раз хотите посеять петунию, вы уже поняли, что это не так просто. Вы должны выбрать тот, другой или третий способ, какой вам больше подойдёт. И ещё в следующем видео расскажу об особенности выращивания рассада петунии. Потому что она такая, в первый период она очень капризная. Во-первых, очень мелкие семена, посев особенный, поверхностный. Особые условия нужны, обязательно парниковый эффект, обязательно нужно проветривание, обязательно нужен стерильный грунт, потому что она очень часто поражается болезнями. Нельзя переливать, нельзя пересушивать, но нельзя переувлажнять. И все эти знания вы должны получить до того, как решите выращивать петунию. Всё, до свидания. С вами Ольга Чернова. Это вот первое видео о том, как вырастить петунию. Петуния очень простой, неприхотливый цветок, но для того, чтобы её вырастить без осечки с первого раза, нужно просто знать, что она любит, а что нет, чего она боится, чего не боится. И что нужно сделать, чтобы она не заболела, и чтобы вот эти крошечные маленькие сеянцы выросли. Всё. И в довершение ко всему сказанному, я хочу сказать, что вот три года назад, когда я только начала свои видеосъёмки, как раз петуния была самой первой моей героиней, которую я снимала, потому что я в тот год очень много выращивала петунии. Вот мои фотографии. У меня были всякие. Несколько десятков сортов и простых, и махровых, и каких только у меня не было. Я следила за ней, каждый шаг был изучен, всё-всё-всё. И вот я сейчас видео... Так, эти ссылки на видео того года, которые дам. Вот кто хочет научиться выращивать питание, петунию, посмотрите, пожалуйста. У меня всё. И как я в подвале её черенковала. Ускоренный способ полива. Какую прищипывать. Сравнивала. А, ну тут гацания с аквилегией промелькивают. Но в основном это про петунию. И что оно многолетнее растение, что его можно и не сеять. Только если есть где хранить. Когда начинать пикировать, посев на снег, посев на пелёнку. Кому интересно, посмотрите все видео. Я расположу в описании к этому видео. Но это трёхлетние давности. Нынешние, прошлогодние ещё не искала.